Буквально месяц назад для маленьких жителей микрорайона Киселевичи двери распахнул новый 86-й детский сад. Внутри трёхэтажного здания располагаются 12 групп музыкальный, гимнастический, спортивный залы и бассейн. Теперь 230 ребят с раннего возраста привыкают к комфортным условиям. Более того, познают увлекательный мир знаний в компьютерном кабинете комнат-ремёсел, уникальных для города. Детки занимаются ежедневно и занятия проводятся в каждой возрастной группе. Мы подбираем под каждого ребёнка насыщенное занятие, проводим различные мероприятия. Садик очень понравился, оформление дизайн-стен, то есть каждая группа по-своему очень красиво оформлена. Ну и вообще современная мебель, современное всё. Счастливое детство! В 23-м по инициативе депутатов в городе появились 10 современных спортивных и игровых площадок. Работа в этом направлении продолжится и в этом году. На радость малышам и их родителям будет установлено 9 новых комплексов с качественным оборудованием. Город меняется, конечно, это заметно и по озеленению, корректируют деревья, скверы, которые во дворах. Дома у нас на Ульяновской растут как грибы, многоэтажки, очень быстро, что тоже радует. В общем-то люди будут новоселье справлять. Очень строится много площадок, кафешек разных, много интересных развлечений для детей и вообще тоже для взрослых. Он преобразился вообще просто, знаете, с такими темпами. Мне очень нравится город. Мне кажется, что у нас довольно много построено и для молодёжи в плане отдохнуть. Ещё один подарок для горожан. Новый спортивный объект появится возле Бобруйской арены на пересечении Карбышева и Карла Апермана. Просторные залы будут предназначены для тренировок и соревнований по волейболу, гандболу, баскетболу и мини-футболу. Порадуют жители города и помещения для аэробики с аудиосистемой, телевизором, хореографическим станком и другим необходимым оборудованием. Также в двухэтажном здании разместится тренерское, административное помещение и трибуна на 120 мест. Планируется комплексное благоустройство территории. Это будет организованы дополнительные парковочные места, будет установка малых архитектурных форм и заезд планируется с улицы Апермана. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса даст возможность гражданам иметь больший доступ к спорту, интересно проводить время и, конечно, станет правной точкой для развития территории Бобруйской крепости. Значимым событием для города станет и строительство грибной базы для организации учебно-тренировочных занятий по гребле на байдарках и каное. Трёхэтажное здание появится на Толстого 114 вдоль Березины. Комплекс будет иметь два выхода – к воде и на сушу. Композиционной доминантой здания станет башня с помещением дежурных матросов и мотористов с круговым обзором всей экватории. На чуть более двух гектарах земли запланировано строительство газовой котельной, трансформаторной подстанции и парковки. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.